Закончились наши дни в Раджастане. Прекрасный тур, прекрасный. Он меня очень впечатлил. Все города, что мы приехали, каждый был уникален. А сейчас мы покидаем Джайпур, розовый город. И знаете, тут как бы так много мы объехали крепостей, так много объехали фортов, в которых они дышат самой историей. И совершалось так много самосожжений женщин, Джо Хар, Сати. И мне все время вспоминались стихи великого литовского поэта Эдуарда Самижелатеса. Он, конечно, писал не об этой стране и не об этих событиях. Но я всегда вспоминала, у меня в голове крутились его стихи «Пепел». Может быть, кто-то читал. Это очень известный литовский поэт Эдуардас Межелатес. Я сейчас прочитаю. Я их еще в девятом классе в школе, когда прочитала, я сразу их запомнила, выучила. И я столько над ними плакала. «Пепел» называется. Это рыжая пыль под ногами, щебенка из костей. Не осколки, покрытые ржой. Это может быть резвые ножки ребенка, что за белой бабочкой гнался межой. Или ручки дитями тянется к маме, обнимает за шею, ласкается к ней. Или был этот пепел большими руками, что с любовью груди прижимали детей. Этот пепел, который разносится ветром, был глазами, смеялся и плакал порой. Был губами, улыбкою, музыкой, светом. Поцелуями был этот пепел седой. Был сердцами, тревогою, радостью, мукой. Был мозгами, сплетением изверин живых. Слово «Жить до конца», словно буква за буквой. Точно черным по белому вписано в них. Эти волосы, локоны, косые пряди, Что навалены мертвой космадой горой. Кто-то их расплетал и взволнованно гладил. И сухими губами касался порой. Чистый трепет сердец, вдохновенные речи, Золотые надежды, сияние глаз. Крематория в страшно горящей печи. Пепел, пепел, лишь пепел остался от вас. Пролетая над проволокой колючей, Птица мягко касается краем крыла, Дикой розы над диво-багровой жгучей, Что на этой кровавой земле расцвела. Боль, которой еще мое сердце не знало, Превратилась в соленый колючий комок. И как пуля навеки в горта не застряла, Чтоб дышать я не мог и забыть я не мог. Я тяжелый и невидящий взгляд поднимаю, И от неба его не могу отвести. Всем своим существом к человеку взываю, Человеческий пепел сжимая в горсти. У меня эти стихи очень трогают всегда. Я их сколько читала, у меня всегда слезы на глаза наворачивались. Ну, в связи вот с этой поездкой в Раджастан, В связи с историей королевы ранее подмени, Подмавадзе, В связи с историей принцесс, Которые после смерти их короля Махараджи, Мужа, Все совершили сати. Вот это я вот все время стихотворение, Оно автоматически в моей голове обновлялось. Вот захотелось поделиться с вами. Национальный институт аэрведы. Эта машина чуть-чуть поменьше той, На которой мы путешествовали. И как хорошо, что все-таки нам досталась та, Потому что здесь, ну, немножечко тесно. Я еще и компьютер в ноги положила, Чтобы им там было попросторнее. Вот. Ну, конечно, 5 часов ничего, А вот несколько дней было бы немножко тяжелее. Вот эта дорога, по которой мы едем в Тели, Она же дорога на Амберфорта. Форта, Форта, Янтарь называется, С которым связана история Джодхи и Акбара. Очень интересная. Ну и напомним, конечно, Что Джайпур был создан Очень великим Махараджи, Джайсинком. Основан в 1727 году В качестве столицы Раджастана. Раджастан – родина таких великих воинственных племен Раджпутов. Это кланы, состоящие из кшатриев, воинов, У которых течет в крови королевская кровь, Потому что Раджа – это король. И каждый-каждый Раджпут, И каждый раджастанец считает, Что у него все-таки течет кровь. Кем бы он ни был. Ну и по ним это заметно. По ним это заметно. По внутреннему достоинству. Они прекрасны. Да, вот там дворец. Дворец на воде. Джалмахал. Джалмахал. Водяной дворец. Водный дворец. Вот здесь называется он. Его хотели восстановить, Сделать там пятизвездочную гостиницу, Но во время очистки канала Несколько человек погибли, И они прекратили это начинание. Там вот видно только пару этажей. Там еще под водой несколько этажей. Вот Джалмахал. Очень грамотно был разработан Архитекторами этот город. Очень многие индийские города Разрабатывались как хаотично, Вернее, они не разрабатывались, Они вырастали хаотично. Этот город окружен крепостной стеной был, И делился на девять кварталов. И все было сделано с умом, И хорошими архитекторами. Джай Синга был великий человек. Вообще, вот в те времена, В семнадцатом веке, Это был единственный город С прямоугольной планировкой. Ну и, как я уже говорила, Что от вражеских племен и от диких зверей Он был окружен крепостной стеной. По данным переписи населения 2001 года Вместе с окрестностями Больше шести миллионов Населения Джайпура. Хотя, конечно, Уже прошло семнадцать лет с этого времени. Смотрите, какая там крепостная стена, Если видно. Поэтому не исключено, Что больше десяти миллионов человек Здесь населения. Конечно, Индия очень густонаселенная страна, Поэтому каждый город, Он достаточно большой. Вот она крепостная стена. Вот это, вообще-то, водоем. Обычно здесь, когда сезон дождей, Здесь вода. Озеро пересохло полностью сейчас. И вот это вот мы проезжаем. Амбер. Янтарь. Удивительный, прекрасный, красивый форт. Туда, да, драй, драй. Вон там даже эти, пасутся буйволы. Когда монсун, Когда сезон дождей, Это озеро с водой. Вот там наверху видно или нет Красные попонки. Это поднимаются на слонах туда люди. Можно утром, приехав в Амбер, Можно купить слоника. Вот смотрите, тут верблюды, Но верблюды туда не поднимаются. А вот слоники поднимаются. И у них здесь стояночка. Стоило в том году 1100 подъем на слоники. Вот медленно-медленно. И плюс еще 500 или 600 рупий Вход в сам храм. Вернее, форт, когда ты подъедешь. Это очень интересно. Ты входишь туда, как Махараджи. Вот Махараджи раньше в солнечные ворота Въезжали на слонах. И туристы могут себя почувствовать Вот этими Махараджами. Слоникам это работа. Вон видите, как их много. Прямо красная река попунок. Слоникам это работа. Они так зарабатывают себе на хлеб, бананы, травку. И все, что нужно. И вот очень интересно можно картину увидеть, Что из города тянутся рано утром Погонщики на слониках сюда, в форт Амбер, Чтобы встать в очередь и найти себе клиента. А уже после 11-12 часов медленно-медленно слоники Идут обратно в свои слонюшни. Возвращаются в город. Им тоже надо несколько часов, чтобы прийти сюда и прийти обратно. Вот-вот-вот, вон они, вон они, вон они, слоны. На повозку садишься вдвоем. Сверху там на слоне такая... Есть место удобное очень. Не просто ты на его спинку садишься, А там как... Насест... Забыла, как называется эта штука. Короче, как стол. Вот такая вот. Господи, как же она называется? Ну, не важно. Вот. И вот это все находится в Джайпуре. Огромная крепостная стена. Вот так вот она по всем, по всем горам. И вот здесь жила легендарная принцесса Джода. Джодха и Акбар. Ну, Акбар сюда приезжал, уезжал. Здесь ему мечеть построили. Джодха была хинду, а Акбар был мусульманин. Но, тем не менее, это не помешало их любви. И великий император, жестокий Акбар был. Поначалу-то. Вот. Любовь к Джодхе его совершенно изменила. Мусульманин. Верблюд. Пока что это везде очень нормально, гармонично смотрится. Идут верблюды с какими-то тележками. Изредка идут слоны. Ну, как на другой планете. Все яркое. Все необычное. Вот тут кто-то женился. Да, обычно такие marriage party. Place for marriage. Мариотти. Мы уже выезжаем из Джайпура. Есть предположение, что цыгане, которые живут по всему миру, вышли из Индии. И вот именно из Джайпура я чувствую очень крепкую связь. Видимо, связь по крови с этими людьми. Я так полюбила эту землю. Это, думаю, кровь моего прадедушки Илариона, чистокровного цыгана. Во мне говорит, что я вернулась на историческую родину. Я чувствую связь со всеми с ними. С махараджами, с королевами, с фермерами, с погонщиками верблюдов, с погонщиками слоников, с любым нищим на дороге, с любым музыкантом. Я чувствую, что мы с вами одной крови. Ну, а до Дели 240 километров. И самое любимое мое на этой дороге. Скоро-скоро-скоро мы встретим место, где обезьяны пасутся, пасутся. У них тут такое есть специальное место, и люди им покупают бананы. Специальные люди продают бананы, и они толпами приходят туда. Огромные обезьяньи семьи. Я уже предупредила Саши, предупредила водителя, чтобы они это место не пропустили. Потому что если кто-то будет ехать из Джайпура в Дели, вот по этой дороге, тут нет другой дороги. Поэтому обязательно скажите своему водителю, будь внимателен, не проскочи. Это чудесное место. Бетончики привязаны, чтобы место не занимало в автобусе. Привязали сзади. Здорово. Так, матушка. Кто творит, говорит? Пусть она волнуется, да? Но она не сильно волнуется. А вот мы должны. Это что-то невероятное. Как так можно нагрузить? Как это? Возможно, как? Кокосы продают, папра, какие-то зеленые штучки, огурцы что ли, непонятно. Он говорит, давай. Let's buy, let's buy. Ну, это говорит, нет. Я говорю, да. Он говорит, я люблю такой папрам, ну, вот эти вот жареные штучки, хрустяшки, чипсы. А я говорю, давай купим их. Он говорит, нет, ты что, тут вот все пыль, вот эта вот грязная пыль. Так оно солнцем обеззаражено. Очередной пункт оплаты дороги. Так, сколько мы тут сейчас стоим? 60, по-моему. Туда-обратно, он говорит. Рукой махнул вот так вот. Значит, получил только 10. 90 выходит туда-обратно. Прям елка новогодняя едет. Мы елочку так на Новый год дождиком украшаем. А им нравится все время быть в такой красоте. Главное, у них почти у всех вот эти вот висят дождик. Новогодний дождик. Здесь у них тут сбор. Какие они красивые. Вообще. Грузовые машины выстроились. И все как одна украшены. Радостные, праздничные. А я, кстати, читала и сама так очень любила делать. В любое время. Вот у меня наступила какая-то полоса, что мне грустно и печально. Наряжаю искусственную елку или хотя бы вешаю гирлянды. Гирлянды у меня вообще всегда висят. Включила гирлянды, и мне весело и хорошо. Настроение повышается. У меня Новый год. Вот у них тоже Новый год не там, где календарь говорит, что радуйтесь все дружно. А там, где они хотят радоваться. А радоваться они хотят везде. Повесили вот эти дождики, мишуру. И рады. Очень много грузовых машин. Что-то тут собралось. Почему-то наш водитель резко схватил ремень и пристегнулся. Я-то всегда пристегнута. Я-то молодец вообще. Правда? Кто молодец? Кто молодец? Я молодец. А он не молодец. Полдороги проехал без ремня. Ага, вот он почему пристегнулся. Откуда он знал, интересно? Полицейский, в общем, там был. Куда же они все стоят? Что же это за очередь? Такая длинная, как на таможенный досмотр. В Финляндию, когда едем. А, я поняла. Наверное, они ждут в Деле. Только ночью можно передвигаться таким машинам. А им доехать тут всего 4 часа до Дели. Поэтому нужно стартовать вечером. Все, поняла. Обезьяны, манки, манки, манки. Бандер. Все, подъезжаем к деревне обезьян. Как Киплинг их называл? Бандер, логи. По хинди, бандер это обезьяна, а лог это народ. Едем к обезьяннему народу. Книга джунглей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!